К нематериальным экспонатам относятся и традиционные представления. Из уникальных книг выдающегося тунгусоведа Аркадия Федоровича Анисимова будут экспонироваться в ожидаемом здании Музея музыки и фольклера народа Фекути рисунки эвентийских охотников, позволяющие реконструировать для посетителей традиционные представления эвенков и эвенов о душе, о подтекстах шаманских обрядов. Вот, например, нарисованный рассказ об удачном камлане и шамане. Мы позволили себе при видеокомментарии подкрасить природные объекты. На реке под каменная Тунгуска и ее притоков на разных берегах живут два рода. Их шаманы враждуют. И вот информант ученого этнографа из рода Мамоль. Вот их родовая территория, которая охраняет небольшая возвышенность с родовыми священными деревьями. Это Бугады – место совершения родовых религиозных церемоний, охраняемая духом-хозяйкой родовой территории, священным оленем рода и мифической оградой Марыля из шаманских духов-помощников, похожих на ящерицы. Такая же структура организации территории и у них соседей рода Нюрумналь. Вы видите такое же Бугады, священную рощу, аналогичных духов-сторожей-охранителей, а также белого оленя Севека. Охотники из рода Мамоль рассказывают о том, что однажды заболел их сородич. Вот чум заболевшего, его жена, и он пригласил шамана. И тот в отдельном чуме совершил с помощниками и с присутствующими членами семьи заказчика Камлания. И выяснил следующее. Оказывается, шаман рода Нюрумналь со своими помощниками провел обряд, направленный против соседей Мамолей, и послал духа источника болезни на их территорию. Вот показан путь этого духа болезни, который незаметно пробрался через изгородь мифическую Марыля своего рода Нюрумналь и проник на территорию Мамолей. И превратившись в жука-древоточца, проник внутрь тела заказчика Камлания. Таким образом, узнав причину болезни, наш шаман начинает противодействовать. Сначала он посылает своих невидимых духов-помощников, гуся, кулика. Им поручено выгнать духа болезни из тела человека, и они справляются с поручением. Вы видите путь бегства духа болезни, вышедшего из больного. Шаман пускает расщепленную стрелу, чтобы схватить этого духа, но болезнь бежит дальше. Шаман кидает невидимое копье, вновь безуспешно. Шаман посылает своего духа-помощника сову, которая проглатывает духа болезни. Вот червячок нарисован уже внутри совы и несет его к выходу проруби в Нижний мир, чтобы выбросить его туда через анальное отверстие. Итак, дух болезни схвачен, выдворен, заказчик Камлани выздоравливает. Далее начинается месть шамана рода Мамолей. Он посылает своего духа-помощника в двухголовую щуку, которая плывет по реке под каменная Тунгуска, проникает в чум сородича шамана рода Нерумналь, крадет его душу и уносит в неизвестность. Вот душа, похожа на яйцо. Пусть теперь враждебно настроенный шаман попытается найти эту душу, пусть поработает. А шаман Мамолей, проанализировав ситуацию, как же дух болезни проник на территорию его рода, он находит незащищенное место и завершает Камлани обрядом укрепления магической защиты своей территории. Чум заболевшего сородича находится, оказывается, вне пределов священной рощи Бугады и ограды морыля из духов сторожей родовой территории. Поэтому наш шаман ставит новую морыля изгородь из срубленных семи и пяти лиственниц. Как якуты втыкают чечирь, свежесрубленные березки вокруг места религиозных церемоний Тюфельге. Береза – это ведь светлое дерево, которого боятся абагы. Так и в ивенкийской культуре тем же свойством ежегодного умирания, опадания листьев осенью и чудом возрождения листвы весной обладает, как и береза, лиственница. Вот вы видите, что шаман поставил рукотворную магическую изгородь Бугады и провел обряд очищения чечепкан. Вот это антропоморфное сооружение, украшенное шкурками зверей, фигура прародительницы рода Мамоль. Вы знаете, у эвенов и эвенков существовало немало схожих мифов и сказок о происхождении из смолистого дупла лиственницы как первой девочке эвенской, прародительнице человечества, так и первой важенке. По сей день тунгусы очищаются, проходя между кострами и протискиваясь между ног чечепкана, как бы рождаясь заново, принеся в жертву своим верховным божествам жертвенного оленя определенной масти. Вот висит эта шкура. Таким образом, незащищенное место закрывается. Так завершается удачное камлание шамана, рисунчато рассказанного эвенкийским охотником, ученому этнографу Аркадию Федоровичу Анисимову.